так еврейский музей обсуждения догвиля олег арансон давайте послушаем ну что на самом деле в общем мне не так много будет что сказать про этот фильм наверное очевидно да что перед нами притчи и я на всякий случай про эту притчу скажу два слова и выдвину некое предположение все остальные рассуждения по этому поводу попробую переложить на нашего гостя олега арансона который наверное скорее всего будет больше что сказать что я имею ввиду под папа под тем что перед нами притча перед нами всегда причин ну в общем то наверное любой от хаосный фильм в каком-то роде притчи наверное ее как бы такой лежащий практически на поверхности смысл более менее очевиден но давайте его все-таки проговорим наверное вы обратили внимание на собаку моисей правда же моисей остался жив из всей этой истории а девушку нашу зовут грейс что означает я посмотрел специально в словаре несколько из значений одно из значений благодать и благодать сошла на моисея по сути дела получается что перед нами том числе притча относительно ну или я бы так сказал не пока как а как тогда интерпретировать то что благодать попыталась у моисея отобрать кость в самом начале как прибыл а в этот дом ведь некая критика христианство я не знаю является ли это апологии иудаизма моисея остается же но то что это является критикой христианства это более менее очевидно и вписывается в общую тенденцию творчество ларса фон триера давайте посмотрим ну я как бы так сразу до раскрыл карты потому что мне кажется что это в общем более-менее очевидно и тогда вся эта история она оказывается историей о том ну практически буквально об этом сам наш герой говорит и фильм говорит рассказчик говорит что люди человек не способен принимать подарки которые которые ему даруют небеса собственно говоря наш один из главных героев том он вообще так ну типа типичная трактовка из киновузов который сам уарс фон триер отрицает но как мы знаем что произведение может жить без самого автора это в том что грейс это образ христа образ прощения соответственно образ нового завета и тогда соответственно когда к ней приезжает отец это книг снисходит бог и бог он не такой добрый как иисус нас наш христос который родится сегодня ночью напоминаю на родился сегодня ночью вот много лет назад 2021 год назад и соответственно когда приходит отец он карает всех и иисус этим соглашается что люди они собственно псы их ничего не научить и гангстер выбраны не просто так у них есть шляпы а шляпы они круглые это похоже на нимбы то есть ангелы на них спускают и сжигают ларс фон триер конечно же отрицает такую трактовку он говорит что если бы хотел снять про этот фильм он бы снял бы фильм про ангелов не про гангстеров вот и все такое что касается вообще откуда взять сюжет и на что что вдохновило ларс фон триера на сюжет это песня из грошовой оперы пера дженни россию слушали и соответственно в датском переводе антам еще антам как бы убирается вот моет полы и говорит что типа я вообще весь этот город покараю никто уже спать не будет все умрут ну соответственно грейс совершает такой же поступок убивает весь город никто уже спать не будет вот соответственно еще элемент который нам нас на это наводит также что там осталось то что там есть люди которые состаривают стаканы и в в датской версии грошовой оперы она там моет стакан и будки старина стакана не перекочевает вот после концов керсика и волну верить варс фон триер нельзя в таких вопросах ну варс фон триер вообще трикстер во многом провокатор собирая собирается именно это проверить он собирает в начале свою собака собачья деревня он собирает можно еще пойти дальше да а док как вы знаете задом наперед это год и возможно это небо не не собачий город а божий город год вилл например деревня точнее village как вам а жители этой самой собачьей деревни для того чтобы объяснить им что они не в состоянии принять настоящий дар дар судьбы как это называется да и вот грейс оказывается прекрасным примером мы помним что в самом начале говорится о том что том он вообще писатель еще тот да пока что ничего не написал кроме прекрасное маловато но в принципе у него есть метод но очень классно что том великий прокрастинатор и на самом деле как говорит триер вообще что он себя свою личность разделил между томом и грейс то есть по сути две части его личности которые спорят с друг другом и вот одна личность такая вот слабая такая вот как том том довольно слабый при этом грейс хотя она и женщина довольно сильно этот метод наглядных примеров и вот появляется грейс который как нельзя лучше должна продемонстрировать собственно говоря вот эту если хотите проповедь тома который он собирается прочесть в доме который называется если вы обратили внимание дом еремии да это их молитвенный дом там написано джеремия это дом еремии пророка скажем так наиболее плачущего и наиболее обличающего из всех библейских пророков и вся эта история она является своего рода наглядным примером того как человек будучи одаренным благодатью если хотите да в общем начинает эту благодать использовать некорректно использовать по собачьи то есть на самом деле ну давайте просто я я знаю как можно кое-что другое делать по собачьи только это ну не знаю ну и женщин женщины иногда говорят подала поэтому наверное по собачьи тоже можно сказать что это некоторая благодать придемся да как мы обычно это делаем давайте пройдемся по сюжету и увидим как это происходит но секс переоценен поэтому блага тут не так много том у нас шахтер самом начале говорится что он шахтер ему приходилось пробиваться сквозь горную породу он пробивался сквозь субстанцию куда более твердую неподатливую а именно сквозь человеческую душу пробивал и кстати что символично да там находит грейс в шахте заброшенной то есть там в городе и заброшенная шахта именно там грейси находки и сияющим глубинам но в смысле он как бы пробился в конце концов на к этим сияющим глубинам но в шахте грейсом так и не побывал есть в самом начале в заставке в прологе этого фильма такие фразы как например билл с которым он играет в шашки говорит а может лучше оставить людей такими какие они есть но на что ему там говорит по твоему люди хороши едва ли я постараюсь это конец пролога выяснить способны ли жители догвеля принять толстую лет если бы иисус не терпел до посылает судьба им необходимо нечто что-то реальное какой-то дар ну на что билл говорит а какого черта кто-то сверху будет нам что-то дарить ну это уже другой вопрос да но тем не менее дар приходит и как праздник появляется грейс появляется в догвеле вы помните там вот эту сцену которую я упомянул да когда том мечтает о том как он пишет замечательную книгу и все ему аплодируют то есть для тома важно не написать книгу а вот именно нахождение в этом процессе мечтания процессе как он добивается успеха но он не готов туда прийти то есть именно вот это вот такое часто бывает есть такие люди сам немного такой когда я думаю блин как я хочу чтобы у меня все получилось и там сидел чилил и все меня так любили но для это для этого должен быть какой-то путь стараться его будут спрашивать о методах его работы он будет говорить лишь одно наглядный пример и встречает грейс моисей первым кто встречает грейс это моисей моисей лает на нее правда же если вы помните я чуть-чуть перескочу вперед сцену где приезжает впервые полиция том говорит что моисей точно бы залаял моисей не любит чужих на что полицейский горит какой мудрый моисей ну моисей лает на эту самую грейс и если мы имеем ввиду коннотацию как бы полемики между иудаизмом и христианством то все более-менее понятно да моисей собака моисей как бы получается что иудаизм ну так оно и есть на самом деле мы можем спать по поводу триггеров четырех лет посмотрел нимфоманку чтобы кичиться этим среди андоклассников фильм тогда показался мне каким-то бредом странный цветкор сюжет и т.д. в общем тогда я на три разобил и вот недавно посмотрел меланхолию не зашло может еще какие-то фильм по типу меланхолии посоветовать ну как я считаю вообще нимфоманка это его неудачный фильм то есть один из худших если вам зашло меланхолия то наверное стоит ознакомиться с другими работами из квадрологии уже депрессии как он ну не знаю квадрология ну короче дом который построил джек он точно зайдет как бы он легенький понятный а антихрист стоит посмотреть догвиль как мой самый любимый ну и рассекая волны как такой признанный шедевром варс вантреера нет с вами венецианского купца где шейлок говорит о том что его называют собакой да иудаизм исходит из того что ну человек животное как бы да и которое нужно ну кормить и так далее то есть есть какие-то законы по которым это животное функционирует есть кость если кость забирают значит человек лает животное light и в этом смысле противопоставление вот этому ветхому если хотите завету это завет новый в котором есть некое предположение о том что человек может подняться над животным за счет чего за счет благодати за счет того что стоит вне закона за счет того что можно также мне кажется христианские отсылки искать и в христалев машину оказывается прощением неким по отношению к его слабостям то есть прощение по отношению к слабостям оно и должно на самом деле человека возвысить до того который стоял бы вне закона вне закона который является законом вина в конце да око за око законом талиона я просто не думаю что триггер туда так много вкладывал я думаю здесь для триггера с точки зрения вообще как этот фильм делался на чтобы акцент при создании именно важно вот это вот закрытой комьюнити и наверное он подразумевал что как бы мы не очаровывались вот этим маленькими городами как мы не думали но в них тоже очень много зла очень много какой-то такой неприятной гриле которые там копятся и которые балансируют да и все это в балансе существует но как только в эту систему проникает какой-то объект изне этот вот милый город попытается объект сожрать потому что не просто так актеры в общем-то жили в пространстве то есть они жили в ангаре где все это снималось интерьер не очень много им разрешало выходить око за око это как бы то как христианство воспринимает иудейский закон где отсутствует элемент нравственности как бы чего-то более высокого нежели просто значит сделал убил кого-то значит я должны убить и выгул короче иудейский закон это закон джунли значит тебе должны выбить глаз то я не к тому что иудаизм я поняла но с точки зрения христианства и иудеизм именно таков и христианство поднимается над ним как раз провозглашая некий иной закон закон эти что у нас заказано полчаса контента если хотите продлевайте если хотите что-то заказать еще то заказывайте ну и также активируйте функцию закон более высокого порядка поэтому моисей лает да на нее и дальше жители догвеля ну пытаются том ввести том как духовный водитель да он пытается ввести грейс в контекст вот этого самого жить города догвеля здесь есть один любопытный момент где марту уговаривают чтобы она била в колокол если будет приближаться опасность и на что она говорит что но том я бью в колокол отмеряю время вдруг люди запутаются на что и том говорит послушай марта ради спасения человеческой жизни мы вполне можем воспользоваться нашим старым колоколом здесь красивая фигура получается потому что на самом деле давайте поймем почему собственно говоря грейс преследует чтобы кто преследует грейс гангстеры гангстеры преследуют грейс и в конечном счете я опять же забегаю вперед грейс преследует закон закон как он закон государства закон божий закон политический а грейс она является законом каким законом этическим законам нравственности высшей поэтому вот это противоречие противоречия между законом политическим и законом нравственным но здесь как бы играет довольно серьезную роль так вот когда марте говорят о том что она должна бить в колокол это на самом деле очень красивая как бы указание на то что колокол ведь изначально колокол служил для того чтобы отмерять время но в в определенный момент колокол становится и тем, что созывает на молитву. То есть люди могут запутаться, они будут думать, что это на самом деле время, а это не время, а предположим, час молитвы. Что-то это он, типа... Странно, зачем он начал это пояснять, он, по сути, рассказал, что есть в фильме. Это первая глава, в первой главе, где Том уговаривает жителей Доквеля принять Грейс. Типа, можно запутаться, а можно не запутаться. В этой первой главе появляются статуэтки. Помните, семь статуэток? И эти семь статуэток по-разному можно интерпретировать. Не уверен, что моя интерпретация правильная, но мне кажется, что это на самом деле семь основных грехов. Я хотел бы сказать, что семь грехов человеческих. И вот эти статуэтки, их, собственно говоря, и символизируют. Поэтому... Ну, типа, по сути, там в какой-то момент в фильме начинают статуэтки разбивать, и говорят, что если ты не заплачешь, если ты не заплачешь, то я перестану. Ну, Грейс плачет, и в итоге все статуэтки разбивают. А потом Грейс мстит, соответственно, этой женщине, прося гангстеров убить детей на ее глазах. Если она не заплачет, то они перестанут. То есть, как бы... То есть, дети рождены, может, в грехе, и так убивают грехи. Вот. Правильно, это звучит. Офигенно. В связи с этим я и решил показать вам вот эту картинку, которая, как мне кажется, являлась одной из... одним из произведений вдохновлявших Триера. Это картина Босха, которая так и называется... Ну, я сказал, что по словам Триера его другого вдохновляло. Я уважаю Иосифа Сталина. Сталин, the university of the new castle. Это семь основных грехов и еще дополнительные четыре вещи. Вы видите, что на самом деле... Приобрети семь грехов, один получишь в подарок. Бесплатно. Что-то хотел глянуть, не забыл. Хотел глянуть на биткоин. Биткоин растет. Экспозиция этой картинки, вот это каждый... каждый... такой сегмент, он из себя представляет некую сценку, которая, по сути дела, выражает один из этих грехов. Если вы вспомните ту картинку, которую мы видим постоянно до гвеля сверху, то она на самом деле очень напоминает эту. А в центре этой картинки, вот этот вот кружок, это на самом деле глаз Бога, зрачок. Он смотрит на вот этот самый мир, где есть... Метатрон. ...семь комнат, в которых происходят вот эти сценки, отображающие семь грехов. Если мы присмотримся к карте догвеля, которую мы видим сверху, то мы тоже обнаружим семь с половиной домов. Давайте посмотрим. Не уверен. Все просто любят так пиздеть всякую фигню. Извиняюсь за слово. Давайте посмотрим. Так. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, семь. Вот еще один есть. Здесь еще что-то. Восемь. Ну, это гараж. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Здесь жива Грейс. Здесь гараж находится. Окей. Допустим. Допустим. Хотя тоже натянута. Потому что это не дом, это церковь. То есть, тогда можно и гараж посчитать. Чем церковь лучше, чем гараж? Да ничем. И тогда, типа, где жива Грейс сама? Здесь. Нет, тоже некорректно, что семь зданий. Тогда гараж тоже здание. И, типа, вот это вот, где Грейс жива, это тоже здание. Что не совсем нормально. Не пойдет, не пойдет. Не лепится какая-то у него получается. Там тоже будет семь домов. И вот этот вид сверху, возможно, как бы, говорит как раз о том, что в каждом доме наличествует один из этих самых грехов. Ну, я на всякий случай их перечислю. Эти грехи, да, эти грехи... Итак, эти грехи, эти грехи... Это чревоугодие, лень, любострастье, похоть, то есть, гордыня, гнев, алчность и зависть. Вот эти... Это же все про меня. Это же все про меня. Мы семь грехов. В центре надпись «Бойся, бойся, ибо Господь все видит». А на вот этих двух как бы ленточках написаны слова из второзакония «Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла, сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их». Это концовка пятикнижия, где Моисей, как это ни странно, говорит народу Израиля о том, что с ними будет в дальнейшем. И вот этот... Кстати, Моисей, еврейский царь, подтирался таймсом старь. Хотел я вам такое вот рассказать. «Moses, Moses, kings of Jews, wipe his ass with daily news». Как было классика. Бог на самом деле ветхозаветный. Обе цитаты, взятые из Ветхого Завета. Этот ветхозаветный Бог является Богом карающим. Богом, который воздает по заслугам. Совершил преступление, получай по голове. Опять же, забегая чуть-чуть вперед, то есть совсем-совсем вперед, я вспомню о последней сцене, где Грейс разговаривает со своим папой. Вы помните, как она его называет? Она говорит, «Ты высокомерен, ты же возомнил себя Богом». Получается, что вот эти самые гангстеры, они изображены, кстати, вот, видимо, там чуть-чуть повыше. здесь вот эти четыре дополнительных изображения. Это изображение как бы страшного суда, изображение рая, вот это изображение рая. Здесь, там кары небесные, вы видите, там эти самые ангелы стрелами поражают грешников. грешников, и здесь тилища ад, а вот здесь, в этом углу, это, собственно говоря, страшный суд. Ну, хорошо, это... Извиняюсь. Просто я эту картинку, чтобы она зря не висела, вы пока можете наблюдать за ней, сопоставляя ее. Я, кстати, не слишком громко говорю, там, ору, может, мне реально попробовать на стриме говорить потише? Нет, я не ищу переводчик, я понимаю, что... We can do it. А я двинусь дальше по сюжету. Ну, короче, он пересказывает вот эту вот идею с ангелами. Вот в этом, в этой теме, теме, как бы, противопоставления закона, закона карающего, закона, условно, назовем его ветхозаветного, и закона благодати, главным словом или термином здесь является высокомерие. И вы помните, что в последней сцене, я высокомерна. Собственно говоря, разговор Грейс со своим отцом, он идет как раз о высокомерии. Кто больше, большим высокомерием обладает. И вот это высокомерие, оно появляется почти сразу. Во второй главе оно тоже уже начинает звучать, когда Том говорит о том, что ты покорила всех жителей Догвеля, кроме Чака. Нужно Чака зацепить. Она говорит, зацепить, какое надменное слово. А высокомерие это самое страшное зло. Ну и вторая глава. Высокомерие имеется в виду гордыня. Гордыня в данном случае самое страшное зло, потому что все зло появилось от гордыни, потому что возгордился Люцифер. где почти все жители Догвеля покорены Грейс, кроме Чака, который говорит ей следующее. Я узнал, что люди везде одинаковые, жадные, как звери. То есть вот эта тематика того, что человек-зверь, она появляется в словах Чака. и если дать им много еды, они будут есть, пока не лопнут, говорит этот самый Чак. И кончается эта вторая глава тем, что он говорит в последний раз говорю, убирайтесь из моего дома, Моисею вы тоже явно не по душе. Вдруг неожиданно говорит Чак. Как бы такой приверженец Моисея. Третья глава, это в конце второй главы голосованием все принимают Грейс. И третья глава, это глава о том, как Грейс позволяет себе одну сомнительную провокацию, то есть она объясняет слепому, что он слепой, и этот слепой признает, что он слепой, что является как бы с одной стороны достижением Грейс, с другой стороны провокацией Грейс. И четвертая глава счастливые времена в Догвиле, то есть Грейс нашла некий общий язык с жителями Догвиля, она успевала побыть глазами Макея, матерью Бена, подругой Веры, мозгами Билла, то есть на самом деле от Грейс никакого проку нет, никакого проку нет, вы помните, что жители города говорят, но она ничем нам помочь не может, в каком смысле она ничем помочь не может, она ничем не может помочь в материальном, ну и понятно благодать, чем она может помочь, ну ничем, она же не может помочь мне вскопать грядку, но она потом будет этим заниматься материальным, то есть она же будет по дому работать, как вы думаете, какой сериал самопросматриваемый за всю историю не знаю, сложно сказать, так вот на храпа. И вырыть это, хотя она, собственно говоря, это и делает, но тогда получается, что вот эта самая Грейс, эта ненужная как бы вещь, она оказывается неожиданно инструментально полезной. Ну, короче, и потом американцы по своей любимой привычке сделают из нее по сути свою рабыню, которая будет как бы работать за них. И вот в конце четвертой главы впервые на памяти жителей Догвелева в их город пожаловали полицейские. Здесь как раз то, о чем я сказал, то есть здесь возникает некое противопоставление власти политической, государственной и, если хотите, вот этой самой благодати. Благодать оказывается преследуемым государственным законом. И в пятой главе после этого ситуация немного изменилась. В пятой главе появляется такая фраза, которую Том внушает Грейс, что теперь ей нужно быть, ну, как бы, давать чуть больше. И появляется фраза кви-про-кво. Услуга за услугу. Кви-про-кво это услуга за услугу. И в каком-то смысле это и есть мера за меру. Это закон Толеона. Кви-про-кво еще говорит Ганнибал Лектор в Молчании Ягнят. Грейс на это реагирует следующим образом. Именно так говорили бы и гангстеры. То есть гангстеры оказываются представителями вот этого закона Толеона око за око. А Том предлагает Грейс в общем-то действовать в соответствии с этим законом. Ну и вот это изменение потихонечку приводит в шестой главе к тому, что Догвель показывает зубы. Потому что Грейс, как там говорится в шестой главе, она была подобна яблоку, висевшему на хрупкой веточке в Эдемском саду. Который хотел всем попробовать. Не выдумал эти коннотации, они в самом фильме обозначены. Яблоку, созревшему настолько, что оно уже почти начало истекать соком. И здесь мы видим как бы три вида Шнит-Холлен, здравствуйте. Три вида шантажа. Приветствую. Грейс шантажирует сначала Ясон, или Джейсон. Джейсон это Ясон, да, у этой семьи Чака и Веры все дети названы греческими именами. Как мне фильм Мандерлей? Ну, так как мы на Твиче, я про него много говорить не буду, но он тоже неплох сам по себе. Ясон или Джейсон это один из них, который шантажирует Грейс. Каким образом он шантажирует Грейс? Он шантажирует Грейс. Мандерлей если что, это продолжение соответственно американской трилогии, которая должна быть еще трилогией, то есть третий фильм еще по идее должен был бы быть, не знаю, Триер снимет его или нет, а трилогия Америки, да, соответственно, Догвель, Мандерлей и Вашингтон. Последняя часть Мандерлей уже снимает Николь Кидман, уже другая актриса играет тоже Грейс, Грейс там приезжает на плантацию и соответственно там происходит сюжет, выяснение, почему в этой плантации до сих пор остались рабы. Как жена Патифара шантажирует Иосифа, да, соблазняя его, она говорит, что ну так я тогда скажу, что ты меня хотел изнасиловать, в общем, все будет очень скверно. И это один тип шантажа, второй тип шантажа это Чак, да, который говорит о том, что он ее выдаст закону, и третий, уже в следующей главе, это шантаж Бена, который ответственен за грузоперевозки, и он ее не шантажирует, как бы говорит, что он просто требует нормальную оплату, он говорит, ну ты должна как-то заплатить, ничего личного, то есть просто рискованная грузоперевозка, поэтому она нуждается в оплате. Что здесь как бы появляется вот в этих сценах, сценах шантажа, как некая, может быть, глобальная идея, которая, по сути дела, определяет этот спор, спор между, если хотите, ветхозаветным законом и законом новозаветным. Идея такая, что на самом деле ведь Грейс, ну, чисто по-христиански, она же оправдывает каждого из жителей Догвеля, в том числе и Бена, который ходит там в публичный дом, ну, кто-нибудь без слабости, на самом деле ты хороший, там, и так далее. Что такое? То есть вот это элемент всепрощения, он на самом деле является элементом... И в Мандерле Иисусе нет. В Мандерле, как бы сказать, который... Ладно, я не буду. Это слишком ссально. ...ко вне закона. То есть я тебя сужу не по закону. Чернильница она. Я тебя сужу по некому высшему закону, по закону благодатному. И получается, что допуская вот эту самую внезаконную территорию, территорию вне закона, я даю возможность человеку использовать эту территорию вне закона для собственной выгоды. Вот, собственно говоря, идея. То есть человек, он таков, что внезаконную ситуацию, которая должна была бы его поднять над законом, он начинает использовать для себя как ну, раз вне закона, то, значит, тогда вот так, шантажируя законом. То есть, по сути дела, не выходя за пределы вот того, что можно было бы назвать законом Моисеевым. Ну, дальше седьмая глава, это вот этот самый попытка сбежать и разбитие семи фигурок, да, то есть разбитие семи фигурок, как некого, по сути... Ну, она же не сама и бьет, типа, ей как бы наказание. Можно понять вот саму покупку этих фигурок. Грейс покупает эти фигурки, несмотря на то, что они уродливые. Покупая эти фигурки, она как бы символически избавляет этот город от вот этих самых семи грехов, если я прав, что семи фигурок символизируют эти грехи. И когда фарфор от удара пол рассыпался в порошок и показалось, что это умирает человеческая плоть. Так сказано как бы в этом фильме. По сути дела получается, что вот это ее выкуп, что ли, человека, то есть выкуп, спасение догвеля, по сути дела, получается, что выкуп... Я думаю, там другое, типа, она все-таки этим фигуркам к детям относилась и поэтому такие отношения и поэтому он только отомстил. Здесь нет глубокой коннотации, как он копает. Надеется приподнять догвель над его собачьей природой. Ну и восьмая глава, она оказывается главой, где сама Грейс оказывается в роли собаки. На нее надевают ошейник и, как говорит нам рассказчик, ее состояние было похоже на состояние, в которое впадают животные. И даже посещение ее мужчинами никакого не имели отношения к сексу. Эти визиты вызывали не больше смущения, чем забавы какого-нибудь деревянского бедняка со своей коровой. То есть получился вот такой фигура переворота. То есть благодать, которая должна была вынести человека как бы на уровень надчеловеческий оказалась сама в ситуации. Если что, ВК останется и на Ютюбе какое-то время? Ну, здесь наш Том, который никто не мог лучше, чем он следить за взаимоотношениями человеческих идеалов и реальной жизни. В конце концов, это была его работа, вопросы морали, его конек. То есть по поводу роли Тома я скажу в конце еще некое предположение относительно того, какой здесь может быть дополнительный смысл. Ну, и девятая глава, то есть глава, где происходит по сути дела суд над догвелем. И, конечно, ключевой является разговор между Грейс и ее отцом, где ее отец говорит, что на самом деле это ты высокомерна, а не я, потому что ты на самом деле меряешь своей мерки, то есть ты на самом деле готова идти и прощать и так далее в силу того, что считаешь себя выше этих людей. Вот такая вот фигура, которая на самом деле в литературе встречается довольно часто. Например, такого же типа высокомерия обладает подросток в романе Достоевского, когда он на самом деле идет на поводу. Что имеется в виду психологически, это очень точно замечено еще и Достоевским. То есть предположим, что я оказываюсь в руках плохих людей и делаю то, что они говорят. Когда я делаю то, что они говорят, я делаю почему? С одной стороны, я могу делать из страха из-за того, что я подчиняюсь, но я могу делать это еще и потому, что тем самым я показываю, что вообще-то говоря, вы надо мной не очень властны, я выше этого. Не понял. Ладно, хорошо, пусть будет так, но я выше этого. Ну вы имеете дело с моим телом, еще с чем-то, можете использовать меня как угодно, но я выше этого. И это оказывается вершиной высокомерия, в чем обвиняет Грейс ее отец. Забавно, что Тридер сам снимал все это, то есть оператором выступал он, там есть фотки, как он одет на двигающую камеру, и сам ходил с этой камерой и снимал. То, что если Грейс сбежавшая как бы под выстрел, то есть у нас перед нами появляется совершенно иная картина, такая пародийная что ли, картина того, собственно говоря, как зародилось христианство. Там еще было интересно, что на площадке было что-то по типу будки гласности, и там актеры могли высказать все, что они об этом думают. Есть документальный фильм, где все это рассказывается. Теперь вместо сына мы видим дочь, которая бежит от отца, отец там стреляет вместе с гангстерами, стой, не уходи, куда ты, а она говорит, нет, я иду спасать людей, спасать этот самый Догвиль, или что-то в этом роде. Такого рода картину по сути дела рисует нам Триер, и понятно, что диагноз, ну Догвиль, вы помните, там Том говорит о том, что он как раз закончил повесть, и вот думает о том, как же назвать этот город, она ему говорит, назови Догвиль, не, не, это ошибка, обычная ошибка писателей-дилетантов, надо как-то что-то более общее. Ну и в конце концов нам показывают кадры как бы из американской жизни 30-х годов, что некоторых критиков наводит на мысль о том, что Фон Триер критикует американское. Для понимания просто, это не просто так, да, это не маленькая ручная камера, то есть это вот так выглядело, Триер прям был в центре всего этого процесса, там, конечно, постановка интересная, ну и он применял вот свои вот такие вот специальные фишки для рваного монтажа, то есть зачастую так специально сделано, то есть специально ты переставлял актеров на разные места, чтобы сама картинка была более рваной. Это как бы такая другая интенция Триера, то есть в начале творчества Ларсон Триер пытался как бы создать идеальную картинку, он был вот именно технически как бы центристским автором, то есть для него техника, она была важнее, и он даже получал какие-то награды за технические достижения в киносъемке и потом после соответственно трилогии Европы вот он придумывает догму и вот уже все получается абсолютно рванное, то есть идиоты, а не абсолютно рваный снимок, ну как и все другие фильмы после этого, а где-то на антихристе меланхолии он все равно возвращается к живописи и у него есть абсолютно такие искусственные абсолютно великолепные кадры прям вот как картины ожившие, но перемешанные именно с рванным стилем. Общество там и так далее, хотя на самом деле в общем по-моему более-менее очевидно, что он критикует не американское общество, а вообще человека и его природу. Ну вот все, что я проговорил оказалось как-то очень долго, хотя я думал, что быстро скажу. Мне кажется, что для этого в общем я не был вам нужен. Господа, если хотите, заказывайте еще видео, осталось совсем немного, активируйте функцию, продвигайте ваши варианты на просмотр. Мне кажется, лежит почти на поверхности, что перед нами вот такого рода притча, ну разве что вот я вам эту картинку принес как некое сопоставление с картинкой, которую мы видим в фильме. Но с другой стороны в этом фильме есть и другой аспект. Аспект не столько критики христианства, сколько аспект рефлексии относительно творчества и относительно произведения искусства в целом. Сам фон Триер говорил о том, что том является его альтер-эго, но в то же время и Грейс является его альтер-эго. На самом деле это вот его как бы такое двойное, что ли, двойная ипостась самого фон Триера. Что имеется в виду? Здесь ведь мы имеем дело с некой нарочитой условностью. То есть фильм сделан как спектакль, как театр. И многие сравнивают это с Брехтовским театром, где все... Здесь важно для Триера именно вот это совмещение несовместимого. То есть вот такую историю рассказать в рамках театра, в декорациях театра. Ну и попробовать себя в новом жанре, потому что каждый фильм Триера это какая-то новая попытка в новый жанр. и у него получается. То есть у него получается там сделать фильм ужасов, у него получается вот сделать. Здрасте, котчик, доброго вечера. Рад, что вы заглянули. Спасибо огромное. Очень условно нарисованы кусты и так далее. Все происходит именно вот таким образом. Это нарочитая условность, она компенсируется чем? Теперь я по-другому прочту Грейс. Грейс это с точки зрения произведения искусства это возможно та чувственность или та эмоциональная сфера воздействия на человека, которая вообще-то говоря человеку потакает. Это на самом деле то, что вообще-то говоря и существует в искусстве. То есть искусство на самом деле оно как бы вместе с Томом. Том использует Грейс. Том использует Грейс, автор художественного произведения использует вот это эмоциональное воздействие, которое на самом деле является чем? Является, вообще-то говоря, поглаживанием наших низменных инстинктов. Так я несколько пафосно скажу. То есть, по сути дела, это и есть вот эта самая театральность. Театральность, возможно, замешана именно на использовании вот этой сферы, сферы эмоционально-чувственной, которая оказывает нам нелепую услугу. Она, по сути дела, заставляет нас подобного рода вещь, подобного рода искусство использовать. Каким образом использовать? Ну, так, как весь Догвель использовал Грейс. Ну, наверное, потом все-таки и Грейс использовала Догвель. То есть, она тоже в каком-то мере выросла, совершив этот акт, приняла себя. То есть, для нее это тоже какой-то шаг к принятию себя, своей вот этой натуры. Здесь также вопрос еще в том, что если у Грейс такой вот отец, он мафиози, то она несет как бы его гены. То есть, она не может от этой вот генетики, от этого всего избавиться. То есть, она может только это принять, так как бы познать себя. Наверное, у вас проблемы, да. Результат, то есть, или вывод из этого, да, то есть, или то направление, которое указывает фонд Риер, оно состоит в том, что не надо потакать. Надо хлистать. Надо выпороть просто. Кого? Ну, нас. Это то, что он пытается сделать. Да, то есть, он пытается просто нас выпороть в конце, как следует, показывая, какие мы есть, да, то есть. Ну, кстати, а вот это интересная мысль, потому что, если помните, там вот один ребенок просил его выпороть, то есть, возможно, здесь некоторое понимание, опять же, триггером тоталитарного строя в Германии, которого говорит, что он понимает Гитлера, и то он говорит, что почему они так себя вели, ну, верно, видимо, потому что по-другому нельзя было сообществу. Вот это как бы такое некое обнажение в этом смысле том, как автор, морализаторствующий, пытающийся привести нам наглядный пример и так далее, умирает, а Грейс превращается в свой антипод, да, теперь это не Грейс, которая говорит, ну, да, вы хорошие, ну, в принципе, вот давайте будьте еще лучше, давайте там, да, вот что-то такое. Нет, Грейс превращается... То есть, людей надо пороть, чтобы они что-то делали, чтобы они как-то самоорганизовались, иначе ничего не получится. Да, в нечто истребляющее к чертовой матери этот самый догвель, ну, в каком-то смысле истребляющий нас, как зрителей, потребителей. Так можно прочитать вот этот самый второй аспект этого фильма. Ну, все, на этом я заканчиваю и предоставляю слово Олегу Арансу. Ну, я очень благодарен Норе, что он рассказал главную канву, которую должен считать практически, как считает Тури, любой зритель. Ну, я скажу аккуратнее, что такой, как бы, интеллигентный зритель должен считать, считывать такого рода канву. И, конечно, когда у нас появляется пара Грейс и Моисей, то перевод должен быть автоматический, да, и это перевод, автопереводчик, ну, наоборот, Моисей и Грейс, закон и благодать. Чуть ближе микрофона у нас нужно почти проговорить. Моисей и Грейс, да, закон и благодать, повесть о законе и благодати. Другое дело, что Благодать говорит. Гури интерпретирует это как полемику иудаизма и христианства. Я не склонен так думать. Я думаю, что это как раз неразрешимость противоречия определенных, которые пытаются по-своему решать христианство и по-своему иудаизм. И если в иудаизме проблема благодати так вот прямо не стоит, то вот это вот противоречие, оно внутри христианства очевидно находится. И с этим противоречием связано много-много теологических споров внутри христианской религии. Но я сейчас бы хотел оттолкнуться от другого. Кстати, мне в принципе такой подход не очень нравится. Вот они, как бы у них там еврейская община, они как бы все сводят в итоге к своей религии, к своему восприятию мира религиозному. И пытаются все под весь как бы там кинематограф, все под него под гривсти, подставить. И это как-то немного странновато, потому что все-таки пластов их больше, чем просто как бы одна книга, да, их больше и больше внутрь вобрана, да, хотя бы вот грошовая опера, про которую говорил он. Я не хотел бы сейчас напрямую развивать эти темы, а вернуться к ним косвенно. сказав так примерно, ну да, есть вот такая история о посещении благодатью некоторого городка, городка, живущего в сети, ну, живущего своей жизнью, обычной жизнью, которую можно назвать вполне греховной и вполне нормальной. да, да, есть эта история, которую рассказал Триер, и она выглядит даже порой очень, порой слишком схематично, и слишком много фраз должны поддерживать в нас это. Странно, типа, история выглядит слишком схематично, да, где схематично нарисованы дома. Удивительно, почему это так. Так, ладненько, посмотрели, спасибо огромное, добрый самаритяне за 1300 рублей, спасибо большое за донат. Спасибо.